Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Ру Флорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я риэлтор в Центральной Флориде, точнее город Орландо и пригороды этого города. Сегодня проходит в Орландо такое мероприятие, которое называется Парад домов. Это мероприятие проходит раз в год, обычно летом. Проходит где-то неделю, это когда дизайнеры, архитекторы, строители, интерьер-дизайнеры выставляют свои работы для публики. И можно пройти и посмотреть, вот, например, мы сейчас с вами посмотрим дом. Дом был построен строительной компанией, которая называется Тюрнинг Лив. Они построили такой проект. Проект был создан просто с нуля. Работали над ним и архитекторы, и дизайнеры. То есть это не был какой-то готовый в голове у всех проект. Это создавалось буквально с фундамента. Размер, комнаты, расположение. Дом находится в Винтерпарке. Это очень фешенебельный, один из самых фешенебельных районов Орландо. Расскажу вам быстренько историю этого дома. Я ее смогла следить по нашей базе. В 2019 году здесь был куплен маленький дом. Очень маленький дом за 500 тысяч долларов. С землей, с участком. Просто был куплен маленький дом за 500 тысяч. Дом был 1628 квадратных фит, 3 спальные, 2 ванных. Честно говоря, домик был очень аккуратненький, симпатичный. Я посмотрела по фотографиям. Там уже был сделан ремонт для той продажи. Но владелец, который купил тот дом, он решил его снести и поставить дом с новыми технологиями, с интересными модерн-решениями. Мы это все расскажем вам внутри. Сегодня жарко, извините, 37 градусов жары. Мы сейчас сваримся с Юлей. Поэтому быстренько я пробегу еще по цифрам. Таким как размер участка здесь 0,26 АКРА. К сожалению, налог неизвестен. Раньше он был 4 тысячи, но новый налог придет уже другой. Мы не сможем предсказать, какой будет налог на такого размера дом. Сейчас отстроен дом в голландском стиле. 5 спален, 5 ванных комнат и еще половинка ванной. Размер 4330 квадратных фит, что в переводе около 400 квадратных метров на метраж перевод. Много чего нам больше неизвестно об этом доме, потому что он не был выставлен в базу. Вот только та информация, которую я вам дала. Но мы по ходу дела тоже можем спрашивать. Там присутствует представитель билдера строительной компании. Если у Юлии какие-то будут вопросы, мы всегда можем у них спросить. Давайте пойдем. Все, дом сделан. Посмотрим. А дом, как обычно, сделан первый этаж блок и второй этаж деревянный каркас. Там очень интересно нам рассказали по поводу изоляции стен. Я пока такого еще здесь не видела во Флориде. Очень интересное решение. Пустите нас. Ура, мы зашли в холод. Этот дом, да, я могу сейчас по цифрам еще здесь рассказать, здесь по прохладнее. Цена дома сказана от полутора миллионов. Что это значит, мы спросили. От полутора миллионов это начальная цена. Сюда не входит земля. То есть сам костяк дома и с начинкой. Вот это стоит от полутора миллионов. Сейчас цена была год назад. Сейчас это где-то миллион шестьсот. И плюс вы можете сами выбрать землю. Вы можете купить какой-то тоже вот старенький там сарайчик, да, его снести, поставить приблизительную конструкцию. Она может быть меньше, тогда и цена будет меньше. То есть не обязательно ставить четыре тысячи триста квадратных фит. Над этим работают архитекторы, дизайнеры. Может быть, одну комнату убрать. Площадь уменьшить. И сами можете создать себе цену. Но лот сюда цена не включена. Мы уже знаем, что лот был куплен за пятьсот тысяч в девятнадцатом году. Лот вы можете найти в любом другом городе. Это очень дорогой город Винтерпарк, поэтому и земля здесь дорогая. Можно найти в других районах, где будет подешевле земля. Но это уже от ваших фантазий и возможностей. Здесь вот на входе, смотрите, хорошее прихожие, дубовые полы и красивый очень офис с развяжными пыльями. Классно. Красиво. Стеклянные двери. Смотри, второй свет какой большой. Эта комната не считается спальней, здесь нет гардеробной. То есть это чисто офисное помещение. Ну, скажем, здесь мебель для антуража, мебель будет забираться. А что ты скажешь по поводу, например, вот этих полочек? Это тоже забирается? Нет, это встроенные. А, это считается встроенной остается. Это встроенная. Вот это хорошо. Окна, вот все, что вы видите, стекло, двери, стеклянные окна. Это энергосберегающие стеклопакеты. И лампы, да, тоже? По поводу ламп не знаю. Можно спросить. Да, кстати. Но мне кажется, сейчас в новых строительствах в основном все энергосберегающие. Да, за ваши деньги любой каприз как-то называется. Давайте пройдем, может быть, по очереди. Мы попадаем здесь в половинку ванной. Ага. Гостевая, да? Ух ты, смотри, мне еще нравится здесь. Зеркало, да, потолка. А, это смотрится дорого. Даже смотри, обои с павлиновей и перышко павлиновей. Ой, ты, господи, красота какая. Да, классно. Так, это половинка ванны прямо на входе. Наверное, пройдем по очереди, по порядочку. Здесь одна из гостевых спален. Посмотри, какие окна. Да, классные. Ветражи. Настолько светлая комната. Да, мне нравится все светлое. Все светлое. В таком стиле, знаешь, не тяжелый совсем стиль. Все очень легкое, светлое. Так, в общем, здесь... Это что считается гостевая, да? Это гостевая спальня. То есть классно, что у гостевой спальни есть свой туалет. Здесь в каждой спальне должен быть... Ну да, 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 слушай. Мы еще не прошли по всем, но если пять спален и пять ванных... И пять с половиной ванных, да? Здесь гардеробная уже, видишь, встроенная есть. Чаще всего застройщики не обстраивают гардеробную. Это уже владелец делает. Ну, здесь строили, да? Здесь как раз женщина находится, она представитель билтера. Да, да, да. И она обещает всем. Да, мы попадаем в такую достаточно обширную гостиную. Красиво. Тоже светлые раздвижные двери. Выводит на небольшой такой дворик, портьярд. С бассейном. Там небольшим кухня. Мы туда попозже попадем, потому что мне кажется, что там гостевой домик стоит. Да, да, да. Мы там еще не были, но там гараж у нас, а там гостевой домик должен быть. Так что мы туда попозже зайдем. Вот такая просторная гостиная. Камин, слушай, камин входит, интересно. Да, камин входит, да? Да, камин входит. Окей, хорошо. Давайте тогда посмотрим кухню. Кухня вот такая у нас красивая. Мне очень нравится, что шкафчики на кухне, они до потолка. Да, да, это классно. Вытяжка интересная такая, да. Смотри, здесь есть прозрачные стекла и свет тоже для чего-то красивого сервиза какого-нибудь. А поверхность, кстати, мы спросили, мы сначала подумали, что это мрамор, но это порселин, как по-русски. Что-то новое, да, мы не знаем. Это типа, я не знаю, как на русский перевести порселин, это как порселин тайл, забывает на полу тоже, они тоже, они под мрамор, но это не натуральный камень, это сделан руками человека, да. Но это очень красиво, да. Смотрится очень красиво. Говорят, прочная. Засрочек сказал, очень прочная здесь, прольется, если бокал вина, то есть он не будет впитывать ничего, то есть совершенно хороший, прочный, искусственный камень. Так, это у нас здесь такая поверхность варочная, электрическая. Здесь, да, электрическая. Так что? Смотри, две посудомойки. Две посудомойки, две. Класс. Красивая, большая. Вот так удобно, да? Раковина. Вообще вот этот островок большой, да? Вот с другой стороны, это как барная стойка, за ним сидят. Может быть, немножко шумно, извините, здесь идет продажа новых объектов. Да, сегодня парад домов. Поэтому ссори. Очень много народу приходит, посмотри, как встроенный холодильник. Знаешь, что мне нравится? Что он не глубокий, что все продукты можно легко достать. Да, кстати, но он широкий. Да, он широкий. Если вот эта морозилка. Я думаю, вот эта только техника сама стоит около 10 тысяч долларов, а то еще и больше, потому что это встроенная. Пейнтри. Фладовочка для кухню. Смотри, большая, тоже. Тосторная. Тоже уже встроенные полочки. Такой кабинетик, да, даже, у единицы от детей прятаться. А, вот, давай расскажем про эту штуку. Давай пойдем подальше, чтобы нас не это... Как нам сейчас объяснили, в доме очень хорошо удерживается температура дома. То есть можно, например, как нам сказали, от урагана не будет электричества. Можно три дня спокойно жить, и будет прохладная температура дома. Они сделали какую-то суперизоляцию в стенах. То есть вот это... Как пенопласт жесткий. Типа пенопласта. Очень жесткий. Это, знаете, этот материал добавляется в кружки для кофе или, наоборот, для холодной воды, которую вы поставите в машину. Она там будет пять часов, вы возвращаетесь в машину, а там еще, например, холодная вода. Или горячий кофе. Но здесь еще, скажи, чем заливаются. Здесь бетоном. Бетоном. Между этой изоляцией залито все бетоном. То есть этот пенопласт, я, честно говоря, не уверена, как это... Ну, на ощупь. Да. Плотный просто пенопласт. Плотный пенопласт. Он удерживает температуру внутри и также... И снаружи, да. И снаружи. То есть очень хорошая изоляция. По всему дому идет. По всему дому. Большая экономия... Энергии. ...в электрических, да, счетах. Также у них... А, давай скажем. Тесла, да? Да, Тесла. Солнечные панели установлены. Вот здесь вот у них контроль управления панелями. Вот на крыше. Видишь, вот на крыше здесь... Ну, туда, конечно, не доберемся, но... Ну, да, здесь стоят солнечные панели. Солнечные панели, да. Класс. В общем, вот так выглядит кухня. Очень красивая, беленькая, все такое светленькое. И столовая. Ух ты, а в столовой... Вот эта мебель тоже встроенная, да? Это тоже встроенная, да. Да, очень красиво, мне нравится. И контраст, что темно-коричневое, можно сказать, ну, не черное, но темно-коричневое. На светлом фоне очень красиво смотрится. Очень интересное решение, световые, красивые люстры. Люстры, да. Вот здесь доканчивают не ремонт, да, а просто... Ну, сейчас уже по мелочам, да. По мелочам, занавесочки вешают и так далее. Вот, проходим. Красотно будет. Так, это хозяйское, скажи, да? Ну, знаешь, я пока не могу сказать. Я пока не могу сказать, но давайте представим, что это хозяйская спальня на первом этаже. Еще будет несколько спален на втором этаже. Но я так думаю, или это хозяйская, или бывает в одном доме две мастер-бэдомы. А, да-да-да-да, для взрослых, например, старших. Да, но судя по ванной комнате, она достаточно большая, возможно, это и есть хозяйская. Вау! Туалет отдельно. Смотри, какая большая душевая, если это так можно назвать душевой. Огромная. Размером. Здесь можно... Цена турецкая баня. Слушай, турецкая баня здесь не то, что втроем, здесь вдесятером можно поместиться. Да, здесь они поставили такую небольшую ванную. Да. Такая красивая. И с двух сторон здесь раковины, да, для мэ и жо. Так, и здесь у нас полочки, да? Класс. Гардеробная. Да, классно. Ну-ка туда пройдем. Ух ты! Ой, там еще даже вставляешь. Да. Большая, чем гардеробная. Мне нравится, что здесь они поставили вот эту встроенную мебель. Здесь много что-то есть. Да, как я сказала, обычно дома сдаются без встроенной любой мебели. Здесь, возможно, это было дополнительно оплачено. Да. Вот такая красивая ванная. Очень. Мне нравится окно здесь большое. Ну, его, конечно, придется... Затемнять. Затемнять. Но есть любители, кто не хочет затемнять. Интересно, пожалуйста. Смотри, окна. Обычно рамы белые. Здесь видишь темные раны. Для контраста. Очень красиво смотрится, да. Так, здесь двойной, как минимум, двойной стеклопакет. Это энергосберегающие стеклопакеты. То есть не выпускают и не выпускают воздух. А вот двери. Барн Дорс, да? Называются развяжные. Как нас учили, они называют. Да, нас учили, я забыла. Фермерские двери. Да, сейчас это очень модно. Да, вот такие большие. Они экономят очень много пространства в доме и красиво выглядят. Я очень большой любитель таких фермерских дверей. А вот смотри, давай обратим внимание, здесь еще потолок какой. Такой, видишь? Да, сводчатый потолок. Ну, в принципе, потолки здесь хорошие. Может быть, не супер, знаешь, высокие очень, но вполне себе высокие. Я думаю, что это 10 фит. 10 фит. Смотрите, попадаем в такое помещение. Очень огромная постирочная комната. Слушай. Своей отдельной раковиной. Большая комната. Тоже встроенные уже мебель, шкафчики. Тоже, смотри, контраст такой интересный. Мне нравится, когда есть контраст. Скажи. Очень. А вот эта зона, да, посидеть здесь, зачем-то отдохнуть. Устал здесь стирать. Нет, смотри, за этой дверью там гараж. И когда вы из гаража заходите, там уж сумки несете, всегда можно. Конечно, или разуться, или обуться. То есть это, у нас она называется mad room. То есть грязная комната, что ли, ну, там обувь снять. То есть вы заходите из гаража, да, переобуваетесь в тапочке. Тут же можно что-то повесить. Здесь можно, здесь вешается и одежда верхняя, если это какой-то зимний период времени у вас курточка. Слушай, а здесь такая хозяйская помещение. Хозяйственная, вернее, извините. Хозяйственная, да. А здесь, да, скрытые такие двери. Оно закрывается. У нас пакет door это называется. Тоже экономия. Тоже экономия. Слушайте. Классно. Слушай, здесь тоже можно жить. Большая комната. Здесь можно диванчик поставить раскладной. Для плохих гостей, опять же, да. Ну что ж, пройдем на второй этаж. Да. Пойдемте. На первом этаже мы все просмотрели. Прежде чем мы выйдем во двор, я думаю, нам нужно сделать просмотр второго этажа. Проходим. Слушай, я хочу второй свет снять. Он просто огромный здесь. Высокий. Так, ладно, я прохожу. Что у нас тут на полу? На полу то же самое дерево, да, дубовые полы. Правильно. Это, конечно, не кованое, но это что-то такое железное. Я думаю, что это кованые как раз таки. Кованые перила. И они не похожи, что были просто куплены в магазине. Скорее всего, это ручная работа. Думаешь, ну, может быть. Ну, точно, что это железо. Или чугун, что это? Мне нравится здесь люстра красивая. Вообще, очень хорошо оформлен стильно домик. Вот сейчас вниз покажу. Что, если так смотреть, то очень высокие потолки, да? Второй свет здесь. Интересно, как там лампочки менять? Я не знаю. Вот отсюда, наверное, дотягиваться. Так, хорошо. Так, здесь мы проходим. Гостевая, да? Гостевая. Еще одна спальня. Такой лже-балкончик. То есть, посмотри, здесь вот такой маленький балкончик выйти. Кто курит, покурить. Кто не курит, просто посмотреть, кто там у вас купается в бассейне. Так. Интересно, что задний дворик выходит на дорогу. Да. Не знаю, это плюс или минус, но опять-таки, как... Ну, это такой здесь дом. Сказали, вы можете приобрести землю в любом месте. В тихом районе, да, и подешевле. Мы показываем вам модель дома, что можно поставить. Гардеробная достаточно большая. Тоже здесь полочки уже есть. Это очень удобно. Так, а здесь что у нас? Здесь небольшая ванная комната, полноценная, с ванной и душем. Душевая здесь. Мне здесь что нравится у подобных застройщиков? У них в каждом туалете, да, в каждой комнате разные плитки. Разное дизайнерское решение, конечно. Решение разное. То есть, даже вот, мне кажется, душевая другая в другом была. Сейчас мы все пять посмотрим, сравним. О, боже, дверей, дверей. Дверей много, да? Здесь интересно, что это. Смотрите, какое-то помещение. А что здесь? Смотрите, это управление. О, Тесла. Водонагревательная. Здесь, да, здесь управление системами дома. И Тесла, вот, смотрите. Ни разу не видела. И кондиционер здесь же находится. Да, тоже. И секьюрити какая-то система, да? Вот мужчина делает, как раз тут занимается. И еще один кондиционер. Еще один, ну да, конечно, естественно. На такой дом два минимума. Ну такой, да, пункт управления домом. Сердце дома, можно сказать. Слушай, ну тоже достаточно большая комната, я хочу сказать. Так, здесь мы проходим. Вау. Кинотеатр, да? Да, я думаю, это не спальня, потому что я, опять-таки, не вижу гардеробные. А спальня считается только комната, где есть гардеробная. Курилка. Поэтому это, ну, просто вторая гостиная для детей. Да. Можно телевизор повесить. Еще одна гостиная просто. Дети могут заниматься школьными занятиями. Или игровая. Ну, они сделали, да, видимо, затемненные стены, они сделали как комната кинотеатр. Ну-ка, что там за окном у нас? Телевизора, правда, нет. В кинотеатре. Ага. Можно посидеть, помечтать. Не, ну это вы уже сами подумайте, правильно? Мебель все равно не остается. Так, здесь у нас двери, двери, еще одна. Двери, двери, двери. Так. Еще одна гостевая спальня. Сразу, смотри, автоматически там включился свет. А я думаю, кто там находится? А он автоматически включился. Видимо, на движение. Умный дом. Ух ты, дай посмотреть здесь, куда что уходит на соседей, да? Вот соседский дом тоже классный, снять бы его, но там уже, наверное, люди живут. Ну, да, он не выставлен был в этом мероприятии. К сожалению, да. Да, соседний домик хороший, а вот другие домики, они уже все попроще, но, тем не менее, здесь земля очень дорогая. Сейчас эти домики покупают, сносят и строят. Вот такие вот красивые дома, да. Здесь ванная получается, наверное, на две комнаты. Так. Вот смотри, опять же, по-другому все сделано. Обрати внимание. Да, да. Даже вот эта дверка другая. Да, даже душевая, рамочка у душевой кабины разные. Смотри, как украсть. Я не могу. Красота какая. А, так вот здесь две двери, да? То есть с одной из местной стороны можно... То есть можно зайти из коридорчика и со спасти. Вот смотри, единственный минус здесь таких дверей, одна в другую, может немножечко стукаться. Вот это вот. Интересно, почему они не сделали здесь вот эту пакет-дору. Да, может быть не хватает места, скажи. Вообще-то хватает. И здесь бы хватило. Ну да. Здесь тоже в стене можно было... Ну опять же, если строить свой, можно сказать, вот мне вот, пожалуйста, вот так. Здесь получается тоже интересная комната. Здесь можно йогой заниматься. И посмотри, здесь у них стоит... Это на второй этаж тоже можно поставить стиральную сушильную машинки. Либо... Ага, погоди, я сказала ванную. Нет, не ванную. Смотри, здесь уже есть выход для стиральной сушильной машины. То есть это тоже хозяйственное помещение, грубо говоря, должно быть. Тоже хозяйственное помещение, но вот они хотят его еще представить как... Фитнес-комнат-комнат-комнат. То есть если хотите, вот это вот может быть. Либо вы это можете закрыть, поставить сюда шкафчик. Ну смотри, здесь много спали на втором этаже, чтобы белье собрать, потом вниз насти. Будет очень удобно, сразу вот здесь закинул и постирал, не отходя, недалеко. Вот буржуи такие. Вот такой второй этаж. Смотри, интересные стены сделаны. Решение такое. Не просто, да, а ровная стена. Красиво, да. Очень широкая лестница. Да, здесь, кстати, можно спекаться. Слушай, да, очень широкая. Очень широкая, да. Классно. Я такие широкие. Хороводы водить. Не вижу. Мне полы нравятся. Очень хороший цвет. Цвет хороший. То, что они деревянные, видно такие качественные. Качественные положения. Не, знаешь, не ламинат. Так, наверное, давай пройдем во дворик. Да, давай. И в гостевой, да? Можно было бы выйти через гостиную, но мы уже там не будем открывать двери. Давайте выйдем через подсобное помещение. Проходим. Проходим. Так, так, так. А давай прежде чем во дворик пойти, мы сейчас сюда заглянем. Что тут у нас вот здесь? Здесь второй дворик. Собачку можно выпустить. Да, да. Кстати, детскую какую-то площадку сделать. Кстати, вот смотри, вот там вдалеке стоит такой резервуар для воды. Это тоже очень интересное решение. Туда собирается дождевая вода, которую они используют для полива газонов, машину помыть. То есть такое хорошее решение с таким большим глобальным потеплением, да. Люди, наоборот, сейчас возвращаются в прошлое немного. Это как наши бабушки собирали дождевую воду. Ну да, слушай, пригодится. Очень умное решение, это опять-таки экономия, как бы счетов на воду будет, потому что газон тоже полить стоит денег, конечно. Уютненько так все, смотри, какие трубы выведены, да, Торс? Мне вот интересно, почему они не поставили бассейн вот здесь? Я тоже задалась этим вопросом. Здесь вообще тихо, там дорога проходит. Шумновато, скажи. А? Шумновато там, да? Там шумновато, а здесь вообще даже не слышно, да. И здесь смотри, какой классный большой длинный бассейн можно было сделать и заплывы устраивать. Да, я бы тоже здесь его сделала. Здесь очень много земли, здесь можно было спокойно поставить бассейн, но выбор был в пользу той части земли. Но опять же, хозяин-барин, вы можете построить и спланировать оборудование для бассейна, фильтры. Тут такие камешки. Все красиво и цивилинно. Так, открываем дверь. Тут кто-то держит, что ли? Так, гараж на две машины. Две машины. Кто-то сюда поставил. Скажи, а этот дом, он как модель, но у него есть владельцы или нет? Нам сказали, что его купили, да. Я просто хочу дать вам бизнес-карт. Мы делаем блайн, все моторизировано, все работает от алекса. А, вы делаете блайн? Да, все работает от алекса. Смотри, алекса, открывай дверь, закрывай дверь, закрывай дверь. И вот мы делаем сейчас. Скажи, что человек продвигает? Да, они занимают блайнсы, жалюзи. Мешают жалюзи. Да, которые автоматически спускают любого вида жалюзи. Ну, всякие разные современные. Вот здесь вот такой дворик. Так, вышли мы во дворик. Ой, как жарко. Да, очень жарко сегодня. Вы не представляете, сейчас телефон перегреется, и мы не доснимем. Есть небольшая кухонька. Да, летняя кухонка хорошая. Мне лично здесь не хватает... Чего? Воды. Раковые. Да, 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 да. Скажи. Опять же, все можно доделать в своем собственном проекте. Да. Ой, как сейчас хочется в бассейн нырнуть. Юля, держись. Из последних сил. Мне интересно, что у них здесь. О, классно. Вот это гостевой... Или, может быть, еще назвать пулл-хаус. Пулл-хаус. Он неполноценный, то есть нет кухни, но спаленка и ванная комната. Замечательно. Здорово, да? Да, очень. Гости приехали. Наподобие как у вас. Но у вас еще и кухонка имеется. Да, у нас кухонка и гостиная есть. Здесь вот они приняли такое решение поменьше. Слушай, ну это тоже дает стоимость, плюс к стоимости. Конечно. Правильно. Здесь можно... Повышает рыночную стоимость любое такое строение. Друзей заселить, например, смело. Да или самим уединиться. Ну, в принципе, от кого-то. Все равно все будут тогда толкаться на кухню, да? Почему у нас, вот, например, я хотела именно, чтобы была отдельная гостиная, отдельная кухня, чтобы никто себя не чувствовал стесненно, да? Я тоже так считаю. Но здесь хорошо, что здесь прям за дверью есть барбекю, можно что-то и хотя бы там что-то бросить, кусочек мяса пожарить. Ну, в целом, все так уютненько, хорошо распланировано. И дом сам симпатичный. Так, а здесь у нас что? Мы выходили сюда? Здесь бедные люди перекусывают. А что тут вообще? Это гараж, да? Это закрытая территория для... Это под крышей, под крышей, да, можно парковать машину, парковочная миссия. Классно. Причем на две машины тоже. Отлично. Так, где мы выходим? Здесь мы, наверное, не можем выйти, да? Ты думаешь? Можем, можем. Выходим. Ура. Ой, как же тут хорошо внутри. Слушай, ну, мы сняли весь дом и даже уложились в полчаса. Видишь, какие мы мастера стали. Ну что ж, друзья, давайте, наверное, внутри попрощаемся, иначе мы, правда, растаем. А нам еще снимать один дом. Нам еще снимать, да, еще несколько домов мы будем снимать. Это парад домов. Очень известное мероприятие, его все ждут, риэлторы и, в принципе, покупатели. Все любят смотреть какие-то новые модели, какие-то новые решения, новых дизайнеров, новых строителей, застройщиков. Спасибо, что вы с нами. Я надеюсь, вам дом очень понравился. Как тебе, Юль? Мне понравился дом. Мне тоже очень понравился. Очень понравился, очень умный дом, можно сказать, со всеми технологиями, со всеми решениями, и стиль очень хороший, такой современный. Да, мне нравится стиль. Он такой и уютный, и минималистичный, и все в одном, то, что мне нравится. Ну, на этом мы будем с вами прощаться. Связывайтесь с нами по контактам, которые Юля оставит. Да, вот здесь, где-то здесь, вот здесь. И до следующих встреч. Пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»